Каково наибольшее количество ребер графа, любые четыре вершины которого соединены не больше, чем четырьмя реберами. Итак, для любых четырех вершин, ребер между ними не больше, чем четыре. Каково наибольшее возможное количество ребер такого графа? Давайте опять минуточку решать. Те, кто были на лекции о графах без треугольников, все, наверное, должны быстро сообразить. Для других это просто тяжелая задача. Он в случае, и я хотел бы, чтобы решение сейчас позвучало. Субтитры создавал DimaTorzok Не понял. У нас все зависит от количества решений. Нет, если четыре, то четыре, то четыре можно? Да, конечно. Написано не больше, чем четыре, да? Пожалуйста. Такое количество я обозначу, скажем, H от N. Это наибольшее количество ребер такого графа. Наибольшее число ребер графа с пен-решиней. Если у нас одна вершина, то сколько? Две вершины, три вершины, четыре вершины, три вершины. Пять вершин. А вот дальше делись? А вот дальше? Шесть. Сколько? Шесть. Шесть. А пример знаете? Да. Какой? Пятиугольник, в котором одна диагональ. Плохо. Потому что вы привели пример конкретный, а я хотел бы пример, который годится для любого N, и который, что называется, после нашей лекции. Мне хочется, чтобы вы написали полный дву-дольный граф. Конечно. Смотрите, вы рисуете три вершины с одной стороны, две с другой, и соединяете вот так. Значит, здесь будет сколько? Шесть, да? Шесть. А почему для любых четырех вершин не больше? Да очень просто. Если три из одной доли, одна из другой, то вообще три вершины. А если две из одной доли и две из другой, то четыре вершины. Дважды два. Значит, ответ для любого N. Двудольный граф. В одной доле у нас будет верхняя целая часть, центра пола. Ну, точнее, нет. Здесь нижняя целая часть слева. А справа, верхняя целая часть, центра пола. И значит, когда умножаешь нижнюю целую часть на верхнюю целую часть, вы уже помните, какой будет ответ? Ну, не N квадрат на четыре, а целая часть, да? Целая часть. Нижняя целая часть, ну, квадрат делить на четыре. Значит, H от N, вот, при помощи этой картинки очевидно, H от N не меньше, чем N в квадрате делить на четыре. Ну, вот, на самом деле, господа, начиная с этого места, H от N это в точность N квадрат делить на четыре. Вспоминайте. На той лекции была очень мощная лемма. Это была лемма о невозрастании доли рёбер, а не возрастании некоторой функции. Не помните? Так, честно, поднимите, вот кто помнит? Никто не помнит. Отлично. Тогда я эту лемму сейчас повторю. Говорят, приятно читать лекции. Можно всё время повторять одно и то же, а все успевают это быть. Значит, лемма такая. h от N, если делишь на N и на N минус 1, то вот эта штука, ой, наоборот, то эта штука при возрастании N убывает. Ну, на самом деле, для красоты можно было здесь написать пополам, и здесь пополам, но от этого ничего не зависит, да? N, может, наверное, минус 1 пополам, это количество всех рёбер графа. Поэтому вот эта штука, это, если честно, половина доли, которую составляют рёбра. Ну, половина, из-за того, что я здесь полинус пополам делить. Вот. В общем, такое нерависть. Чтобы его доказать, мы это N отбрасывали, N плюс 1 поднимали, N плюс 1 поднимали, и поэтому нерависть записывается в таком виде. N плюс 1 умножить на H от N больше или равно, чем N минус 1 умножить на H от N плюс 1. Вот давайте, кто вспомнит, почему это так? Две вещи. Во-первых, надо понять, какое отношение имеет эта лимба к этой нашей работе, а во-вторых, надо вспомнить, как это лимба доказывается. Заметьте, текстовый цвет, это ещё и Томска музейная здания. На самом деле, если честно, я их абсолютно понимаю, после две девушки зашли сюда, посмотреть, что же это такое. Потому что, если честно, у меня абсолютно настойчивые чувства. Абсолютно-абсолютно. К этому самому зданию оно действительно удобное. Вот как огромное количество зданий в нашей стране построено извините, в стиле «барок-сарай», так вот это здание как-то удивительно смогли сделать его таким человеческим. Да, вот. Что значит, спасибо им за это. А вообще, господа, всех зову в музей университета Каимбра. Вот действительно. Тюрьма в Каимбре совершенно роскошное место. Все, кто ездил на лейтенную школу... Коля, ездили? Вы были в тюрьме? Да. Сделано для людей. Вот, сделано для людей, да. Вот. Это потрясающая вещь. Понимаете, университет и внутри него тюрьма. То есть, когда вы смотрите там, у всех этих, там, Гарри Поттеров, профессоров Даундуров и так далее, вам кажется, что это все сказка. Ничего подобного. На самом деле, это все было. Университетская автономия была. Ректор университета действительно был абсолютно начальником для своих. И из этой самой тюремной камеры университета в Каимбре действительно был ход прямо в аудиторию. Представляете, удобно. Студенческая группа чем-нибудь провинилась, вся целиком из аудитории идет в тюрьму. Отсидела там день, а на следующий день опять прошла в аудиторию, отзанималась, потом вернулась в тюрьму и так далее. Вот. Это очень важная вещь. Еще. Все понимают, что это доказательство великой силы Португалии, в смысле, великой силы ученых Португалии, а вовсе не наоборот. То, что университет в Каимбре была тюрьмы. А? Народ. Все понимают, или нет? В московском университете нет своей тюрьмы. И это страшно. Это абсолютно страшно. Потому что, если кого-то из студентов или преподавателей в московском университете обвинят в чем-нибудь, то его будут судить обычный городской суд. И что же это такое? Студент на лекции стрельнул в дроганки. Цап-царарап. Все. Приехали, в наручники заковали и сиди сетом в 30 лет, или сколько там положено за это. Вот. А если бы была университетская тюрьма, пошел полчаса, провел в тюрьме, вернулся и сиди сетом на лекции дальше. Знаете, ребята, ректор университета обладал полным правом. Ну, там, естественно, по полной процедуре, но наказание это страшно важно. Университетская автономия там была. Поскольку я вижу, что не все слышали эту историю, в каком году был введен в действие этот самый университет в Калибре. История совершенно потрясающая. Рассказываю. Инквизиция проводилась в Европе в разные годы. И вдруг, в какой-то момент, эта самая священная инквизиция дошла и до Португалии. И там была введена инквизиция. В качестве ответного хода ровно через год, в 1537 году, через год после введения в Португалии провизиции, король сделал удивительно простой ход. Он весь свой замок королевский подарил университету, а сам пошел где-то там себе строить дачу. Ну, в общем, что-то такое себе построил. И там потом царство и праздник работал. Ну, то есть, это примерно чему соответствует. Вот сейчас у нас Дума примет какой-то дурацкий закон об образовании, и Путин в ответ на это не могу ничего сделать с Думой, вынужден подчиниться ее закону, но Кремль дарю Московскому университету целиком, а сам переезжаю где-нибудь там буду в Подмосковье где-нибудь дачку сниму. Поняли идею? И действительно абсолютно королевский замок со всеми своими прелестями был передан университетом, и университет работает по сей день. Это была реклама летней школы в Португале. Так, а теперь себе задачу решить. Нет, нет, без задачи в этой школе действительно университет красивый и действительно замечательный. Впечатляет аудитория на 450 человек. Вот вы представьте себе, то есть это 16 век была построена аудитория, которая была устроена следующим образом. Вот такой же стол, ну там чуть-чуть вариации, реально такой же стол. Вот эта вот штука, только сделана не так. Здесь он как сделан, а здесь сделано, что это более попрямую. А теперь представьте себе, что вот все такое идет, а здесь вышло под 45 градусов. понятно, что вместивость резко увеличивается. И там подсоединяются. А дальше чудесное добавление к этому. Вот здесь, вот сектор такой же, как здесь. Представили? И здесь сектор такой же, как здесь. Господа, вместивость этой аудитории это примерно 150 человек. Плюс 150 сюда и 150 сюда, получаются те самые там 450 или даже 500, которые за эту аудиторию в кайпе. Просто большая аудитория для лекций. Работа. Ну и и сейчас, она и сейчас используется. Вполне себе институт к аудитории. Пусть у нас имеется граф на n плюс 1 вершине, в котором h от n плюс 1 ребер. Будем по 1 выбрасывать вершины, и каждый раз будет получаться граф, в котором n вершины. Согласны? Одну вершину со всеми реберами выбросили, получился граф на n вершину. В таком графе не больше, чем h от n ребер. Отлично. Итак, такую процедуру мы сделали 1 раз. То есть у нас есть граф h от n плюс 1 ребер въем, одну вершину выбросили, посчитали вернули вершину, выбросили, посчитали вернули и так далее, и так далее, и так далее. А теперь давайте подумаем, что при этом произойдет с любым ребром. Сколько раз оно будет посчитано? Два раза. Нет, это два раза оно не будет посчитано. А сколько раз оно будет посчитано? n минус 1 раз посчитано. Вот н минус 1 раз. Ребер всего h от n плюс 1, каждая из них посчитана h от n минус 1 раз. Замечательно. А с другой стороны, процедур подсчета было n плюс 1. И каждый раз мы насчитывали не больше, чем h от n ребер. Что, не поняли? Ну, что, Алексей, написано? Так, берем оптимальный граф с n плюс одной вершинки. В нем h от n плюс одного ребра. Берем и выбрасываем из него какую-нибудь вершину со всеми ребрами. Считаем, сколько ребра осталось. Потом берем эту вершину ставим на место, выбрасываем какую-нибудь другую вершину. Снова считаем, сколько ребра осталось. Все это складываем. с одной стороны каждый каждое ребро мы n плюс один раз производили нашу операцию. Из них каждое ребро мы выкинули только два раза, когда выкинули одну из вершин. Значит, n плюс 1 минус 2 то есть n минус 1 раз каждое ребро посчитать. Так? Хорошо. Итак, вот это и есть правое прошло. Каждое из h от n плюс 1 ребра считаем n минус 1 раз. с другой с другой стороны мы произвели n плюс 1 операцию и каждый раз засчитали не более чем h n пишет. Вот это левая часть. Нет, не разница. Ну, все, все, потому что не разница в эту сторону стоит. просто посмотрите поймите отсюда. Отлично. Отлично. Кумиря. Таким образом на число h от n плюс 1 у нас есть некоторая оценка. h от n плюс 1 не больше чем h от n разделить на n минус 1 умножить на n плюс 1. Замечательно. Так вот, господа. Теперь смотрите, пожалуйста, как это применять сюда. Если вместо n вставляешь 5, то получаешь h от 5 не больше чем. h от 4 это 4 умножить на 5 и разделить на 3. 4 умножить на 5 разделить на 3 это меньше 7. значит я доказал, что число не больше 6. Так? Замечательно. Следующий переход. Это нужно в то неравенство подставить вместо h 5. 6 умножаем на 6 и делим на 4. Получается 9. Ну а 9 это как раз и есть количество вебетов дольного графа. Ребят, на самом деле из-за того, что здесь встретилось число 4, у нас один раз произошло совпадение с числом n квадрат 9 4. А на самом деле мы на прошлой лекции доказывали такой факт, что если хоть один раз у вас было верно неравенство, что h от меньше или равно чем квадрат 9 на 4, то благодаря этому неравенству это уже будет навсегда. Потому что от 9 вы переходите сюда. Так, сейчас попытаюсь без ошибки. Значит, h от n это 9. 9 умножить на 7 63 и разделить на сколько? 5 подпишем. Значит, так, здесь 9, здесь 7, здесь 5. 63 разделить на 5 это 12 с небольшим. Замечательно, здесь не больше, чем 12. Но действительно 3х4 12. В общем, господа, посмотрите, сами попишите неравенство. Можно я этим буду заниматься? Хорошо? Ну что, я доказал? Хорошо. Доказал? Доказал. Доказал.